ЧП в Кажемском водохранилище. Там на местном форелевом хозяйстве погибло 32 тонны рыбы. Это примерно 90% от общего количества. Причина кислородное голодание. Как установила специальная комиссия, вода поднялась на 2 метра и садки с рыбой перестали получать естественное обогащение воздухом за счет течения. Форель оказалась как бы в мертвой зоне. Егор Ильченко о том, что история повторяется. 17 августа 2014 года. Кажемское водохранилище. На кадрах тонны мертвой речной форели. Случай для республики экстраординарный. Как выяснилось позже, виной всему кислородное голодание из-за активности водорослей. Тогда задохнулось 58 тонн рыбы. Сегодня местные власти заявляют, нынешняя авария точь-в-точь такая же. Вопрос урегулирован. Рыба утилизирована, которая погибла. И вчера резко поднялся уровень кислорода до 6,9 десятых. Поэтому даже та рыба, которая уже была такая, можно сказать, стадии уже, ну как сказать, умирания, она, в общем, акклиматизировалась. И, в общем, в садках еще осталась все-таки у нас хоть какая-то, но у них живая рыба. Как и год назад, ситуацией занимались ученые и ветеринарная служба. Но теперь появилась и другая версия причины трагедии. А именно вина строителей, которые после проведения работ по реконструкции сооружения не очистили берег от растительности. После того, как уровень воды поднялся, в водохранилище произошел массовый выброс, не обогащенный кислородом воды. Только в этом году ущерб от рыбьего мора может быть компенсирован. Рыба была застрахована на сумму 4,8 миллиона рублей. Сейчас страховая компания ведет тоже обследование этого водоема. Но я думаю, что поскольку произошел рецидив, страховая компания будет ждать выгодов нашей комиссии. Сейчас поставлен вопрос о целесообразности продолжения дальнейшей работы компании. На восстановление экосреды после вмешательства строителей может понадобиться 10-15 лет. В противном случае не исключены рецидивы. Егор Ильченко, телеканал Юрган.